Читу на углу в 1.21. Новое меню создания мира. Настройки мира разбиты на три раздела. Игра, мир и прочее. Так выглядит новый раздел игра. Так выглядит раздел мир. А так прочее. Новый биом. Вишневая роща. Также добавили новый вид деревьев. Вишня. Новые подвесные таблички, с которых можно писать с двух сторон. Примечательно в этом обновлении, что можно после написания текста его изменять. Прикольно. Подвесные таблички можно ставить под 90 и под 45 градусов. На подвесных табличках можно ходить. А также одновременно через подвесные таблички можно проходить. Новые источники света. Новые книжные полки, которые можно ссувать и доставать книги. Как свои написанные, так и зачарованные. Замечательно, что узоры книжных полок всегда одинаковые. Так выглядят книжные полки по сравнению с новыми. Добавлены новые предметы из вишневых досок. Такие как кнопка, дверь, забор, нажимная плита, табличка, полублок, лестница, люк. Аналогично добавлены и бамбуковые предметы. Здесь сравнение забора из бамбука и бамбука. Добавили новый горшок. Этот горшок может создавать до 20 своих узоров с помощью верстака. Крафтам нам понадобится 4 кирпича или другое количество, заменяя их узорами. Добавили маску пиглина. Добавили новые лодки. И лодки из бамбука. Добавили новые звуки в музыкальных блоках. Если поставить на них голову, то будет соответствующая мелодия. А у Стива звука нет. Добавили новых мобов. Например, верблюды. На нем можно кататься вдвоем с другом. Также добавили мобу нюхача. Достаточно милый. Также добавили разукрашивание брони. Для этого нам нужны кузнечные шаблоны. Совмещать можно на кузнечном столе. Новые крутящие, офигенные анимации с верблюдом. В игру добавили археологию. Добавили подозрительный гравий и песок, в котором могут находиться разные элитные вещи. Также добавили новые музыкальные диски. Редактор субтитров А.Семкин